Большой хоккей пришел в Перворайск. На городском стадионе прошла первая в этом сезоне игра чемпионата России по русскому хоккею. За полтора часа матча хоккеисты уральского трубника и кировской команды Родина забили 10 мячей. Кому в итоге досталась победа, расскажет Дмитрий Коньков. Трибуны стадиона взрываются от кричалок, когда на лед выходят хоккеисты уральского трубника. Поддержать свою команду в первом домашнем матче чемпионата страны по русскому хоккею против кировского клуба Родина пришли почти три тысячи человек. Кто победит, первоуральцы не сомневаются. Конечно, уральский трубник. Нет, даже разговор не может быть никакой. Наши? Мы тут все болеем. Это же энергия такая им идет. Поддержка? Перед началом матча вратарю уральского трубника Артему Прохорову вручают специальную награду. По итогам прошлого сезона он был признан самым ценным игроком. Поздравить его и всех первоуральских болельщиков с открытием сезона приехали региональные власти. У нас есть традиции, у нас есть великий спортсмен Николай Александрович Дураков, Эхвальд. Ну то есть можно много-много называть. У нас есть великие клубы первоуральские, есть Краснотуринск, СКА Свердловск. Поэтому я думаю, что в Свердловской области один из ведущих видов спорта хоккея с мячом. Первый тайм слегка озадачил первоуральских болельщиков и игроков. Такого от гостей никто не ожидал. Нападающие родины устроили настоящий штурм ворот трубника. Но Артем Прохоров сохранил их в неприкосновенности. А на 11-й минуте матча трубники открыли счет. Кировчане продолжили атаковать, но счет на табло не изменился. Во втором тайме хоккеисты уральского трубника сумели 4 раза поразить ворота соперника. Гости забросили один мяч. Казалось, счет 5-1 в пользу уральцев не изменится до конца матча. Но тренер Родины и болельщики гнали свою команду вперед. Родина! Родина! Кировские хоккеисты мобилизовались и за 8 минут забросили в ворота уральцев 3 мяча. Последний гол зрители увидели на последних секундах матча. Итог встречи 6-4 в пользу трубника. Но, по словам главного тренера первоуральцев, даже несмотря на победу, нашей команде есть над чем работать. Мы, в принципе, несколько дней на эту тему разговаривали с ребятами, обсуждали, как вот эти моменты нейтрализовать у соперника. Но у нас они не получились. С точностью наоборот получилось. Если у соперника прострелы, у нас горячо под воротами. Следующий матч уральский трубник также проведет на домашнем поле 30 ноября. Наши хоккеисты скрестят клюшки с Нижегородским клубом «Старт». Вход на матч бесплатный. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.